На беременную женщину с ребенком 4 пьяных преступника нападают прямо у входа в торговый центр. Причина? Она, по их мнению, слишком долго расплачивалась у кассы. Сегодня же в Плуге хоронят жертву еще одного потрясшего страну жестокого преступления. 26-летнюю девушку убили ради того, чтобы украсть ее автомобиль. Родители до смерти забивают своих детей. Мужья ежедневно на глазах детей избивают жен. Ограбления же на улице не только ночью, но и днем стали обыденностью. И это уже замечают не только полицейские. Люди начинают искать способы обезопасить себя. Количество продаваемых сегодня средств самообороны по сравнению с прошлым годом увеличилось в разы. Количество действительно возросло. В основном покупают газовые баллончики, так как для их покупки не требуется каких-либо разрешений. Достаточно быть совершеннолетним. Баллончики являются оружием категории D, как газовые и травматические пистолеты, но купить их проще. Чаще всего покупают мужчины для своих женщин. Еще один способ обезопасить себя – занятия самообороной. Спортивные клубы сегодня также очень активно пополняются желающими почувствовать себя в безопасности. Причина та же – люди боятся происходящего на улице и понимают, что при встрече с преступником им, к сожалению, остается надеяться только на самого себя. Страх двигает нас в этой жизни. Страх, страх смерти, страх получить увечья, страх за своих близких. И нам, естественно, нужна самооборона. Нам нужна психологическая самооборона, нам нужна физическая самооборона и так далее. Самое обидное, говорит граждане, что выделяя более 2% ВВП страны на развитие армии, как способа защиты от гипотетического врага, мы не можем создать действенную систему защиты от внутренних врагов. Мы выделяем громадные средства на защиту родины и в разы меньшие – на защиту гражданина. Ну а психологи говорят, что сегодняшний всплеск преступности связан с весенним обострением. Сезонные перепады в атмосфере, скачки давления – все это оказывает дестабилизирующее влияние на организм. На этот момент обостряются старые обиды, какие-то неприятные воспоминания. Человек становится менее сдержанным, у него снижается самоконтроль. Но в весеннем обострении есть и положительный результат. Бурлящая энергетика превосходит разум и расчет, и люди начинают влюбляться. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.